Ян Пекло Мы хотим, чтобы Украина была частью европейской семьи Мы хотели бы подарить Украине перспективу вступления в ЕС И я надеюсь, в скором времени мы станем более равны экономически, в том числе Занимаетесь ли вы какими-либо социальными проектами в Украине? Да, мы ведем некоторые социальные проекты Проект для внутренне перемещенных лиц из Краматорска, Славянска, Мариуполя Мы даем им кредиты для начала их собственного бизнеса Я посетил Славянск и Краматорск вместе с нашим вице-министром иностранных дел И я был поражен, как хорошо работает этот проект Мы организовываем выставки Дети пишут картины Польши глазами детей Мы могли бы организовать такую выставку для этих детей в Польше Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, это прекрасная идея Мы будем счастливы поддержать этот проект Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Шигики Суми Я посол Японии в Украине Скажите, что сегодня Япония хочет сказать Украине на этой выставке? Сегодня мы продаем множество небольших вещиц из Японии И я надеюсь, украинцы купят их Вы занимаетесь какими-либо благотворительными проектами в Украине? Да, у нас много проектов Мы жертвуем медицинское оборудование И много, очень много всего Множество проектов Это прекрасно Вы знаете, мы не коммерческая организация И мы помогаем детям воинов АТО и детям из тех регионов Это талантливые дети-художники, для которых мы организовываем выставки в различных частях Украины А также за ее пределами Как вы думаете, возможно, мы могли бы посотрудничать и организовать выставку в Японии? В Японии глазами детей? Я думаю, это возможно, да Вы думаете, мы можем это обсудить? Да, да Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста И скажите, что сегодня входит в ваши обязанности? Я назначенный посол Грузии, Гейла Думбадзе Сегодня мои обязанности ходят, ходят, чтобы наш павильон грузинский на ежегодные черты рынок, которые устраивает украинская сторона, ГДИП Украины Выглядело самым лучшим образом И чтобы мы продали очень быстро многие продукты, которые пойдут потом в благотворительный фронт с помощью украинским детям Действительно, я смотрю, ваш стол очень богато выглядит Что, какую продукцию вы сегодня представляете? Здесь разные представлены И представлены те продукции фриф, грузинские фирмы, которые представлены на украинском рынке Это и вино, и чача, и коньяк, и ткаймали И многие вещи, которые приготовлены представителями посольства Грузии Допустим, моя супруга сама сделала мандариновое варенье Если бы наши дети нарисовали Грузию глазами детей из зоны АТО Мы бы могли рассчитывать на вашу поддержку в том, чтобы на вашей территории потом устроить эту... Не обязательно им рисовать Грузию Надо сделать контакты, надо организовать наши встречи Потому что, когда есть искреннее общение, потом уже все на этой базе наращивается И становится, как бы сказать, ежедневным порядком Спасибо большое вам за интервью Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и скажите, что сегодня входит в ваши обязанности? Я кассов в Украине, значит, я посланник дружбы между Украиной и Гитаем Моя основная, конечно, работа – это продвигать китайское и украинское сотрудничество И продвигать дружбу между двумя странами Скажите, пожалуйста, какую продукцию вы сегодня представляете? Я не знаю, что есть продукты Посмотрите, у нас есть китайские... Очень-очень богатые, там есть культурные изделия И там шипин, как можно... Пищевые продукты, чай У нас китайские произведения, искусства, всяческие есть Украина и Китай – очень контрастная культура у нас, разная Но как вы думаете, что можно найти общего между нами? Китай – это Украина в Азии В Азии А Украина – это Китай в Европе В Европе, да Мы занимаемся реабилитацией детей из зоны АТО Скажите, пожалуйста, если бы мы захотели отправить детей в Китай, мы могли бы рассчитывать на вашу поддержку? Мы абсолютно готов, предлагают помощь, которая в рамках нашей силы Меня зовут Марек Шафин, я являюсь послом Словакии в Украине Расскажите про благотворительность, про данное мероприятие Ну, в данном мероприятии, думаю, стоит участвовать, потому что деньги, которые здесь соберутся, идут на хорошие, на благотворительные цели И мы заодно пользуемся случаем, что можем представить нашу страну, наше национальное блюдо, хорошее вино словацкое тоже Какие социальные проекты вы поддерживаете Украину со стороны Словакии? Поддерживаем некоторые школы, зависит от того, если школы выработают свой проект, мы его можем финансово поддержать И, например, очень долго поддерживаем тоже детскую больницу в Лисичанске Много детей у нас реабилитировались, много воинов АТО, много раненых И до сих пор проходят реабилитационные, как сказать, реабилитационные визиты или путевки Значит, там в Словакии они проживают, по-моему, две недели или где-то так Поэтому мы начали сразу после Майдана в 2014 году и продолжаем до сих пор То есть мы можем полностью с вами сотрудничать, иметь возможность с вами общаться и поддерживать контакты? Конечно, мы же полностью сотрудничаем с нашими партнерами, с нашими украинскими друзьями Мы рады будем стать с вами партнерами Юспойган, посол Латвии в Украине Скажите, пожалуйста, сколько раз вы уже принимали участие в благотворительной ярмарке? Так как это уже 26-й мероприятие? Ну, честно скажу, не знаю Но пока я тут, я практически три года уже здесь в Украине Мы всегда принимаем участие А какую продукцию вы сегодня представляете? Как освещаете свою культуру? У нас это традиционная, как бы сказать, продукция Это парфюмерия компании «Дзинтарс» Это рижские шпроты Это латвийский бальзам Ну и, конечно, то, что у каждой страны это популярно Какие-то там есть и майки И то, что фактически такая сувенирная продукция Мы также организация «Здоровая Украина» И мы тоже занимаемся благотворительностью для детей из зоны АТО Мы создаем арт-выставки, рисунки этих детей Скажите, пожалуйста, мы бы могли рассчитывать на вашу поддержку В случае, если бы хотели устроить такую арт-выставку в Латвии? Несомненно, мы готовы помочь и в размещении, и в выставке Можем это сделать и в нашем посольстве Сделать какое-то мероприятие в связи с этим Можем, конечно, помочь найти партнеров в Латвии Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»